Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня у нас еще одно выездное видео с моря. Чудесная погода в Одессе, солнечно-радостно. Я всем желаю осознанности, гармонии, радости, счастья. Сегодня поговорим об отношениях. Эта тема уже освещалась на моем канале, и о том, как создать гармоничные, радостные отношения. Я уверен, что каждый хочет этого. Почему я об этом говорю? Потому что я сталкивался с огромным количеством людей, которые действительно хотят понять себя, и отношения — это на самом деле путь к этому. То есть, почему я об этом говорю? То есть, отношения — это даже не о сексе, не о любви. Это скорее о понимании себя и понимании партнера, о взаимодействии, о том, как можно чувствовать себя, партнера, вместе. И когда вы можете чувствовать это, то состояние может ваше улучшиться. То есть, когда вы понимаете, куда вы идете, и друг для друга, вы являетесь как проводниками. То есть, вы помогаете каждому, направляете его и убираете этот заряд, который мешает вам в рамках. То есть, соответственно, каждый человек может улучшить свое состояние вместе с ним. То есть, он может делать это осознанно и гармонично. То есть, понимая партнера, направляя его, двигаясь вместе к общим целям. Вот в этом состоянии каждый человек может понимать, куда двигаться и как двигаться. Как это происходит, давайте посмотрим. Самая важная вещь — это быть полностью честным и открытым. То есть, быть открытым, честным с собой, со своим партнером. Говорить то, что чувствуешь. Делать то, что чувствуешь. Потому что иначе происходит состояние какого-то коллапса, растерянности. Происходит какая-то дисгармония, и начинаешь увидать все больше и больше. Я сталкивался с этим и видел распады и подъемы, всплески и падения. И вот я заметил, что самая важная вещь — это действительно такая вот чистота. То есть, когда начинаешь обманывать другого, себя, начинаешь как-то лгать и делать не те вещи, которые ты хочешь, вот отсюда начинаются проблемы. То есть, нечестность. Появляются заболевания, появляется недоговоренность, появляются какие-то отговорки, неправильные ощущения. Все это уходит и создает у человека бессознательное состояние. Состояние какой-то дисгармонии, такой ненасыщенности жизнью, я бы даже так сказал. И вот я это наблюдал и в своих взаимоотношениях, и в отношениях других людей. То есть, люди как обычно делают. Они хотят сохранить отношения часто как можно больше. Хотя есть и другие люди, которые сегодня так, завтра так, то есть, не имеют значения, не привязываются ни к чему. Вот. И в данном случае они отгораживают себя от того, чтобы, ну как это сказать, пойти в глубину. То есть, вроде бы и кажется так, что, ну скажем, сегодня с одним, завтра с другой, но тут нет глубины. То есть, вы не можете пойти в эту медитацию вместе. И вот я же говорю, что отношения это не про сексуальность даже, а про то, как бы, как пойти глубже. То есть, вот вы с партнером можете открыться так, как вы не откроетесь даже бывает с самим собой. Вот он помогает вам нащупать, найти те вещи, которые, ну скажем, вы не можете, вы не видите, которые скрыты от вас. И вот в этом состоянии вы осознанно можете двигаться с партнером. Это происходит, например, в тантре. То есть, когда вы садитесь друг на друга, ощущаете друг друга и двигаетесь все глубже-глубже к тому, чтобы лучше понять себя и улучшить свое состояние. Вот в этом состоянии, в тантрическом взаимодействии вы можете двигаться очень глубоко. Это как состояние совместной медитации. То есть, вы двигаетесь глубже, 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 пока не достигнете чего-то такого, что, например, вы не можете пройти. Потом этот процесс повторяется. Это как вот в процессинге, да? То есть, мы с чем-то соприкасаемся, потом соприкоснулись с этим, дошли, да, проработали что-то, но, к примеру, там не дошли до полного исцеления, да? И потом ищем, двигаемся все глубже и глубже. Просто некоторые меняют партнеров, говорят, о, нам нужен новый партнер, мы с этим уже все завершили, все прошли циклы. Но бывает такое, что вы можете с партнером достичь гораздо большего, просто вы еще об этом не знаете. То есть, вы не знаете, что можно двигаться еще глубже и понять еще лучше себя и партнера. И вот в этом взаимодействии раскрывается ваша суть. Поэтому я, например, как действую? Я чувствую, как сделать правильно, что будет корректно и делаю это. И в этом взаимодействии проявляется суть, моя суть партнера. И мы можем взаимодействовать, то есть, мы можем легко проходить через те вещи, которые нам мешают, можем делиться открыто этим. И вот сейчас как раз присутствует такое взаимодействие, которое помогает быть честными. Даже если оно не всегда является, ну, скажем так, таким, как хотелось бы, да. Да, ну, по крайней мере, здесь присутствует честность в том плане, что мы можем открыто общаться об этом, открыто говорить. И вот попробуйте, поговорите со своим партнером о том, что действительно вас волнует, о том, какие есть у вас страхи, переживания. Раскройтесь перед ним, будьте как на ладони, да, как будто вы хотите вот прям рассказать все, что есть в вас. И когда вы в этом состоянии будете, то вы можете раскрыть всю свою суть, то есть, раскрыться и понять, какой вы, какова суть вашего партнера, как вы можете взаимодействовать. И вот в этом состоянии открытости, радости и счастья, ну, происходит все самое лучшее в жизни. То есть, вы сможете быть с вашим партнером в таком вот качестве, в таком смысле, в котором вы действительно хотите этого. То есть, имеется в виду, что здесь не будет какой-то лжи, какого-то неосознанности, а вы будете просто раскрываться, просто идти в эти взаимоотношения таким, какой вы есть. Полностью, как говорится, голые, открытые, да, то есть, и почувствуйте просто это. Давайте сейчас сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает. Вот, сядьте или лягте в удобном для вас месте. Вот, если у вас есть партнер в данном моменте, да, можете пригласить вашего партнера тоже во взаимодействие в эту практику. Вот, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И дальше ощутите, что сдерживает вас, какие у вас есть факторы, которые мешают вам во взаимоотношениях с вашим партнером, что тяготит вас. Если вы вместе с партнером, расскажите ему об этом. Поговорите ему, расскажите на чистоту полностью все, что вас тяготит, какие есть скрытые мотивы, что мешает вам открыто проявиться, да. То есть, вот просто будьте как на ладони, как чистый лист, да, рассказывайте все, что приходит. И если вы самостоятельно, то просто посмотрите эти случаи, где это, ну, допустим, там, страх или какое-то негативное ощущение проявлялось. То есть, и потом, когда вы их ощутили, да, проработайте их, то есть, перепроживите их с полными эмоциями. Посмотрите, откуда этот заряд пришел и перепроживите его до полного исцеления. Когда вы почувствуете, что исцеление произошло, то есть, наступило облегчение, можете взять другую эмоцию, ощущение какое-то, переживание и также проработать его. Если не наступает облегчение, будь то в работе с партнером или самостоятельно, посмотрите глубже, посмотрите внутрь себя, возможно, там есть еще что-то более глубокое. И тоже перепроживите это, то есть, уберите оттуда негативный заряд, и это состояние улучшится, то есть, вы сможете жить вновь осознанно, легко и наполняться радостью и счастьем. Вот, это самая важная практика, которую я вот рекомендую. Вот, даже когда мы делаем тантру, то есть, мы садимся друг напротив друга и общаемся открыто и честно. То есть, мы общаемся не только словами, но путем взгляда, прикосновения. Это все очень важно. То есть, когда вы смотрите на другого человека, на вашего партнера, то вы дарите ему любовь и наполняете это пространство радостью и счастьем. Вот, и поэтому, когда вы пригласили своего партнера, поговорите с ним полностью на чистоту. И вот буквально раскройтесь с ним, пока вы не почувствуете, что полное облегчение наступило. Когда почувствовали, что облегчение наступило, то вы можете на этом завершить сессию и поменяться ролями, выслушать вашего партнера. Вот, если вы самостоятельно делаете практику, то просто представьте вот себя, как вашего партнера и посмотрите, что он бы мог вам сказать. Если бы вы были им, да, вашим партнером, посмотрите, как вы поменялись ролями, да, что он вам говорит, а как вы это принимаете уже с обратной точки зрения. Да, вот таким образом это тоже практика работает. То есть это называется как смена ролей, да, то есть вы меняете роль и ваш партнер уже, то есть вы становитесь своим партнером и говорите, как бы, как от его имени. Вот, тоже посмотрите, как это работает и когда наступит облегчение, просто завершите эту практику. Ее можно делать на регулярной основе, то есть имеется в виду повторять и действовать до того момента, пока полностью весь заряд негативный не будет улажен. То есть вы почувствуете облегчение, что тут больше ничего нет, что вы можете открыто и легко общаться с партнером. Вот, и на этом, конечно же, завершить практику, поблагодарить друг друга и наполните пространство любовью, счастьем, гармонией. Вот, на этом практику можно закончить. Вот, если она вам была полезна, понравилась, то применяйте ее, благо, для исцеления отношений с партнером. Вот, и, конечно же, если видео вам понравилось, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, все мои контакты под этим видео. И, конечно же, включите колокольчик, это напоминание о новых видео, они выходят на канале ежедневно. Вот, также в описании моей книги «Миры вечного познания и полное исцеление», вы можете их прочитать и скачать по ссылкам в описании. Сейчас на экране у вас появится парочка видео, это о том, как изменить судьбу с помощью процессинга и сама практика процессинга счастья, которую вы сможете применять в своей жизни для улучшения состояния. Используйте ее, пишите комментарии и пишите, как у вас это получается. На сегодня будем заканчивать, друзья. Я вам желаю счастья, осознанности, гармонии, и мы увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи!